Здарова народ! Сибиряк 207 с вами. Итак, друзья, я сперс Катя вам про одну посылку. Замучив вас, наверное, уже с этими штанами да кроссовками новотуровскими. Вот, как ко мне пришла еще одна, только теперь уже из интернет-магазина Spinning Line. Пришло довольно много различных снастей, поэтому рассказывать буду про них по отдельности. И хочу начать с очень интересной позиции в этом заказе. Это воблеры Косодака. Пришли на тестирование мне с целью опробовать и написать подробные обзоры про каждый из них. Так что в конце сезона, думаю, да, скорее всего это будет так в конце сезона, ждите статьи. Вот, ссылки на них сможете найти в моей группе ВКонтакте. А группу ВКонтакте в описании под видео. Ну, ладно, я, в общем, про воблеры. Воблеры это от фирмы Косодака. Но фишка их не в том, что они косодаковские, а фишка их в том, что они авторские. То есть от Константина Кузьмина. Вот. Вот, можете видеть, Константин Кузьмин написано. Ну, кто не знает этого человека? Я не знаю кто он, но, наверное, совсем не интересуется рыболовной периодикой. Вот. Все остальные должны знать. Так что знающие молодцы, не знающие, гугл вам в помощь. Вот. И многим известно, что у Константина Кузьмина был такой любимый воблер, да он, наверное, и сейчас есть, так называемый зеленый китаец. То есть какой-то китайский воблер, который оказался очень удачным по своим свойствам и уловистости. Который уделывал очень многих японцев в его арсенале. Вот. Ну и захотел он сделать его серийным. То есть сделали точную копию этого зеленого китайца Кузьминского. Вот. С той лишь разницей, что добавили ему систему дальнего заброса. Вот. Собственно, модель так и называется. Зеленый китаец на коробочке. Правда, на сайте интернет-магазина он идет под английским названием. The Legend. Легенда. Ну, тоже верное название. Воблерок 90 мм. 9 см. Минноу. Весом 11 граммов. Вот. И с заглублением до 1,2 метра. Плавающий. Вот. Насколько я знаю, плавучесть у него такая относительная. То есть очень небольшая. И с поводком он должен быть там плюс-минус суспендером. Но это мы посмотрим уже при испытаниях на воде. Вот. Сцепим. Ну, что я вам скажу на первый взгляд. Сделан очень добротно. Это такая новая расцветка в Каздаковской линейке, насколько я знаю. Такой вот зелено-желтый полосатый с красным пузом, черной головой. Ну, очень прикольный цвет. Понравился мне, поэтому я взял в нем. Вот. Как бы... Цвет матовый получается. Блестеть не будет. Сделан очень добротно. Вот. К качеству изготовления нет. Ни претензий вообще. Вот. То есть как бы не скажешь, что это бюджетные воблеры. Вот. Ну, нынче они не совсем уже, конечно, бюджетные. Вот. Имеется заводное колечко на носу. Вот. Ну, сам же Константин Кузьмин его убирает с этого воблера. Вот. Ну, я скорее всего поступлю так же. Но это посмотрим. Крючки стоят очень добротные. Это не овнер. Это другие какие-то. Но очень-очень-очень хорошие крючки. В том плане, что подходящий размер. Острые. Вот. И вот такой вот у них загнутый внутрь. То есть если рыба засеклась, то сойти будет ей уже очень проблематично. Будут держать рыбу очень здорово. Вот. Ну. Многообещающая приманочка, скажу и вам. То есть как бы все в ней хорошо. Ну, посмотрим, что будет на практике. Дальше. Это воблерочки под названием Конвой. Этих Конвоев два. Вот такой вот безлопастный. Длиной. Он у нас 90 миллиметров. Тонущий. Вот он. Эска идет. И вес у него 8-9 граммов. Ну, короче говоря, 9 грамм. 9 сантиметров. 9 граммов. Тонущий. Безлопастной. Второй. Тоже 9 сантиметров. Он чуть-чуть полегче. Где-то у нас 8 граммов. И с заглублением вот до 70 сантиметров. При этом он плавающий. Но у него имеется лопатка. Собственно, потому и плавающий. Что лопатка имеется. Потому и лопатка имеется, что он плавающий. Сколько я знаю, Константин Евгеньевич очень положительно относится к составным вот таким вот воблерочкам. Так называемым ТБС. Ну, вот нравятся они ему схемы вся. Поэтому решил сделать еще вот такие вот воблеры. В чем их фишка? В том, что они составные. Имеют очень и очень привлекательную игру. Получается. Нравятся щуки. Размерчик такой тоже универсальный. Ну, он универсальный. Наверное, с прицелом на такую среднестатистическую щучку. Граммов 600-700 килограмм. Вот. Конечно, не целенаправленно для ловли там двушек, трешек и так далее. Вот. Ну, для такой вот трояночки основной. Ну, в общем-то, выбор правильный, я думаю. Что тут про них скажешь? Ну, качество изготовления тоже очень неплохое. Как бы придраться тут не к чему. Все сделано красиво. Тоже говорю, ну, не скажешь, что воблер прям такой вот бюджетник. Все очень даже на совесть. Резиновый хвостик. Будьте внимательны, потому что этот хвост очень хорошо реагирует с другой резиной. Ну, то есть, сложить в коробку с твистерами противопоказано. Расплавится сам, расплавит твистер и, в общем, лишитесь хвоста. Будете потом вырезать сами и приклеивать. Вот. Что интересно, он это не деформируется. То есть, воблеры довольно долго лежали в коробочке вот таким вот образом. Но хвост, как видите, ровненький, как и должен быть. Это правильно. Ну, что ты про них еще скажешь? Этот гремит, этот молчит. То есть, тот, который без лопасти у нас тихий, тот, который с лопастью немножко шумящий. Систем дальнего заброса здесь, естественно, нет. Поэтому дальность полета у них будет такая, я думаю, весьма посредственная. Вот. Ну, в общем-то, про них, думаю, все. Кстати, не сказал я про этого китайца, что вот, говорю, у него внутри система дальнего заброса. То есть, вот, в броске шарики ушли в хвост. Раз, вернулись обратно, по щелчку слышно. Опять же, шлеп, ушли в хвост. Раз, вернулись обратно. Вот. И он, ну, не сильно шумящий, но такой, побрякивающий. То есть, такой вот, не шумный, не громкий, средненький по своей агустике воблерок. И воблер номер 4, это Бонго. Классический Волкер. Длиной он, по-моему, сколько, 8 сантиметров. Да, 7,7 миллиметров. Ну, почти 8 сантиметров. Вес 8,6 грамма. Естественно, плавающий, поскольку приманка поверхностная. В таком вот, довольно универсальном размере. Что-то у меня камера балуется. Не хочет фокусироваться. Камера. Вот. Молодец. В классическом, на ком, на размере. То есть, он будет ловить такого среднего и крупного окуня. В то же время он будет работать по такой мелкой и средней щуке. Вот. Как бы у Волкера штука такая, что, ну, в таком вот размере, говорю, очень-очень универсальный Волкер. И щука, и окунь. Вот. Ну, в регионах, где есть жерех, наверное, и жереха будет ловить. У нас такой рыбы нет, но это чисто из моих наблюдений за ловлей этой рыбы на видео. Вот. Ну, качество изготовления, опять же, очень радует. То есть, блин, настолько у Косодаки прикольно сделаны приманки, вот, в плане внешности. То есть, все ровненько, все так прям, прям молодцы. Уж если раньше они стоили в два раза меньше, в связи с изменением ценников-то из-за курса, так вообще подарок был. Имеется такое вот углубление, видимо, чтобы какой-то дополнительный такой булькающий, наверное, звук приманка издавала. Вот. Ну, это мы и посмотрим. Крючки, не сказал, здесь стоят такие же, как на зеленом китайце. То есть, очень добротные, нужного размера для этих приманок. Вот. Небольшие такие, немаленькие. Острые, загнутые внутрь. То есть, как бы, здесь вообще претензий нет. Приманка вот шумная, слышно, что она будет побрякивать. Вот. Привлекать рыбу с хорошей дистанцией. Вот, кстати, про крючки я забыл сказать у вот этих вот малышей. Малышей. Не знаю, как-то они выглядят, очень компактно. То есть, 90 миллиметров заявлено, но это, видимо, вместе с хвостом. Линейки, к сожалению, под рукой и нет. Вот. Но как-то они выглядят совсем такими небольшими, мне кажется. Ну. Посмотрим, каких они будут ловить щук. Крючки. Здесь стоят довольно мелкие. Какой-то другой маленькой формы. То есть, они совершенно прямые. Вот. По качеству... Ну, они вроде бы и острые, но, честно скажем, что могли бы поставить сюда крючки получше. Вот. Особенно вот на этом... Нет, не на этом. Вот на этом. Задний крючок абсолютно невменяемый, он тупой. Передний острый. Задний. Вот. Два поддела из трех тупые. Один острый. Вот. Ну, здесь все острые. Ну, соответственно, если они уже изначально такие туповатые шли, у меня есть подозрение, что довольно быстро будут тупиться. Ну, посмотрим, как бы. Возможно, я заменю родные крючки на того же Овнера, только на размер побольше. Как бы, да, они тогда будут перехлёстываться друг с другом. Но, как показывает моя практика использования более крупных крючков на воблерах такого плана, далеко не всегда, увеличивая размер крючка, воблер начинает перехлёстываться. То есть, на примере того же Тинни Мегалона от Джакала, вот, я ставил туда крючки на размер больше. Да, как бы, их можно сцепить, но во время ловли это происходит очень редко. А результативность, вот, подсечки вырастает просто в разы. То есть, рыба засекается почти стопроцентно. Когда как с родными крючками, это очень большая лотерея. Не потому что мелкие-мелкие крючочки, хотя и острые. Вот, и они, ну, плохо клеятся к губам щуки. Окуня нормально секают, к щуке плохо. Вот, так что здесь посмотрим, может быть, заменю. То есть, как бы, так они вроде по размеру и более-менее, да, но, видите, какое здоровое тело. И какие они маленькие, потому что они к ним сюда бы на размерчик побольше. Вот, ну, это уже посмотрим из практики, что получится. Как бы вот так вот. И во голове наш зелёный китаец. Ну, что я вам скажу. Впечатления первые у меня у них довольно позитивные. Так скажем, что на рыбалку даже захотелось съездить, наконец-то порыбачить. Всё никак не получается. Тут со своей учебной сессией не хватает совсем времени. Ну, ничего. Сейчас мае месяц закончится, и начнётся у меня рыбалка. Буду выкладывать чаще видео, наконец-то, с воды, а не домашние. Так что маленько потерпите, оставилось недолго. Вот. Ну, что говорю. Впечатление весьма позитивное. Посмотрим, что будет летом. Как бы... Свои такие мысли, что думаю, да, воблеры будут ловить, должны ловить хорошо. Как бы, Константин Кузьмин, то не тот человек, который мог бы сделать плохую вещь, учитывая его, ну, просто огромнейший опыт в рыболовной практике. Вот. Ну, как-то так. Спасибо вам за внимание. Переходите ещё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!